Международный аэропорт Симферополь, SIP, расположен в Крыму в 12 километрах к северо-западу от центра одноименного города по адресу ПГТ. Аэрофлотский, улица. Мальчонка, Д. 16, новый терминал 1, на 5 километрах севернее, в П. Укромная, площадь. Воссоединение 1. Комплекс в Укромном был спроектирован и построен специалистами крупной южнокорейской компании, придавшими ему лаконичную и вместе с тем оригинальную форму, и уже получил неофициальное название, Крымская волна. Аэровокзал функционирует в круглосуточном режиме и оснащен системой визуального оповещения, табло прилета Симферополя показывает статус пассажирских рейсов, прибывающих в аэропорт, номер и выполняющую авиакомпанию. Аналогичные данные отправляющихся рейсов, на табло вылета Симферополя. Телефон для справок, плюс 7, 36, 52, 59, 55, 45, информация предоставляется на текущие сутки. Общественный транспорт Общественным транспортом можно доехать сразу до нового аэровокзала или сначала до старого, воспользовавшись другими маршрутами. До Крымской волны, троллейбусом номер 17 аэропорт Хошкельда примерно за 40-45 минут и 14 рублей, интервал отправления составляет 50-80 минут, на маршруте с 0,7 утра до 8 вечера. Троллейбусом номер 20 от железнодорожного вокзала Симферополя за 20-25 минут и 42 рубля, частота отправления, каждые 20 минут, функционирует с 8 часов вечера до 5 утра. Звездочка информация по данному варианту полностью актуальна на период с 20,05, 18 по 30,10, автобусом или маршрутным такси номер 49 от микрорайона Марьина примерно за 50-60 минут, 40-50 минут от автовокзала, стоимость проезда 13 рублей, ходит с интервалом 10-15 минут с 6 часов утра до 23 часов 30 минут. Звездочка автобусом или маршрутным такси номер 49а, отправляющимся от парка имени Тренева с 10 вечера до 2 часов ночи каждый час, время в пути 45-50 минут. Примерно 30 минут. При посадке на железнодорожном вокзале, стоит 13 рублей. Звездочка весь перечисленный транспорт на обратном пути будет делать остановку у здания старого аэропорта. До старого воздушного вокзала остановка находится перед терминалом А, от Ж, Д станции города можно доехать, троллейбусами номер 9, 11 за 30 минут и 14 рублей. Звездочка маршруткой номер 98 или 115 за 30 минут и 13 рублей. Звездочка автобусом номер 77 за 13 рублей и 5-10 минут получится доехать от ранее функционировавшего терминала до «волны», интервал отправления, каждые 30 минут. Планируется запуск двух специализированных маршруток по сообщению нового аэровокзального комплекса со старым терминалом каждые полчаса. Общественный транспорт ходит как до нового, так и до старого терминала, однако с 16 апреля 2018 года принимает и отправляет самолеты только новый. От автостанции, расположенной около старого терминала, можно доехать до Ялты, Алушты, Севастополя, Керчи, Коктебеля, Евпатории, Феодосии, Судака, Портенита, Щелкина, Курортного, Семеиза, Новоозерного, Балаклавы, Бахчисарая, Гурзуфа. До курортов ЮБК довезут троллейбусы номер 54 и номер 55, до Алушты примерно за полтора часа и 92 рубля, до Ялты – за 138 рублей и два с половиной часа. Звездочка в Севастополь, Ялту, Морское и Судак от нового аэропорта ходит прямой автобус, в пути к остальным курортным городам придется сделать пересадку на автостанции, курортная, около железнодорожного вокзала Симферополя. К примеру, в Севастополь напрямую можно попасть за два с половиной часа, стоимость поездки составит 183 рубля. Билеты можно приобрести в кассах около аэропорта. Звездочка такси, конечно, самый быстрый и нехлопотный способ добраться до воздушной гавани Крыма – нанять такси. Выбирая между частниками, пойманными на улице, городскими службами такси и трансферными службами самый экономный способ попасть к месту вылета, городские службы, а самый дорогой – частные извозчики. Так, трансфер Киви из центра города обойдется в районе 2000 рублей за автомобиль для третьих пассажиров и около 2500-3000 рублей для пяти путешественников. Звездочка аэропорт Симферополь имеет и собственную официальную службу такси, новое такси, Крым, у которой есть машина эконом-класса, комфорт, минивэн и бизнес. Принадлежность к определенному классу указана на шашечке автомобиля. К основным преимуществам данного варианта можно отнести фиксированные тарифы, позволяющие заплатить на 30-50% меньше, чем при поездке на частники. К примеру, от терминала 1 до центра города поездка будет стоить от 599 до 999 рублей, зависит от выбора класса, тогда как частник обойдется не меньше 1000 рублей. Звездочка при поездке из аэропорта машина подается к терминалу на первую линию движения, в салоне авто предоставляются бесплатный Wi-Fi, зарядка мобильных устройств и детские кресла. Удобно, что оплатить поездку можно картой. Заказать такси можно в зоне выдачи багажа на специальных стойках или вызвать самостоятельно онлайн через отдельные терминалы. Автомобиль, фактически новый аэродром, расположен у трассы Симферополь-Евпатория. Если ехать со стороны Симферополя, на прикрестке Евпатория-Красноперекопск нужно свернуть налево, а по пути из Евпатории на указателе Аэропорт-Эопод повернуть направо. В аэропорту есть аренда автомобиль для самостоятельных перемещений по полуострову. Среди партнеров аэровокзала уже числятся Лакас-Рент, Рент-Моторс, Сити-Рент, Глинфорд-Рентал-Карс, Грин-Рент, Алекс-Рент, Авто на море и Крымавтопрокат. Взятый в прокат транспорт можно получить не только в зоне аэропорта, а практически в любой курортной точке Крыма. Флайбас автоэкспресс и Флайбус – еще один способ транспортировки, введенный специально для нового терминала в 2018 году. С 20 мая по 30 сентября 2018 года с их помощью можно будет попасть по следующим маршрутам – Ялта, примерное время в пути – 2 часа, стоимость – 500 рублей. Алушта – 1 час 25 минут, стоимость – 400 рублей, Гурзуф – 1 час 45 минут, 500 рублей, Севастополь – 2 часа, 500 рублей, Евпатория – 1 час 40 минут, 400 рублей, Кипарисная – 1 час 35 минут, 450 рублей, Саки – 50 минут, 300 рублей. Звездочка следующая по соответствующему направлению автобусы также делают остановку у санаториев «Золотой берег» и «Таврия» в Евпатории и около санатория Полтава Крым – Саки. Удобно, что автобусы не имеют ночного перерыва в расписании, подъезжают прямо на платформу у нового терминала и не нужно пересаживаться или добираться до автостанции около старого. Все флайбасы имеют кондиционеры, а купленные билеты при переносе, задержки рейса без вопросов обменяют. Конечно, такой вариант перемещения в финансовом плане проигрывает традиционному общественному транспорту, но значительно выигрывает по сравнению с такси. Если пассажиров прилетает мало, флай и бус могут отправляться немного реже, чем заявлено в расписании на httpflydefusebus.ru. Ж.Д вокзал Симферополь для прибывших на авто пассажиров оборудованы краткосрочная и долгосрочная парковки, состоящие из нескольких зон. Зона С1 предназначена для посадки, высадки пассажиров легковых автомобилей непосредственно перед терминалом, первые 15 минут пользование бесплатно для первых двух въездов на протяжении двух часов, с 16 минуты и третьего въезда, 1000 рублей, час. Звездочка зона R1 предусматривает краткосрочную парковку легковых авто и стоит 200 рублей, час. Звездочка R2, зона долгосрочной парковки, первые сутки обойдутся в 600 рублей, вторые – 500, начиная с третьих – 100 рублей. Звездочка арендованную машину необходимо будет оставить в зоне P3. Отдельно оплачивать парковку в этом случае не нужно, она уже включена в прокатный тариф. Парковка R11 предназначена для VIP клиентов. При въезде необходимо получить парковочный талон или воспользоваться банковской картой, деньги не списываются, просто осуществляется регистрация пассажира в системе, оплата производится в постаматах на парковке, после чего необходимо покинуть паркинг в течение 15 минут. Помимо собственной парковки, волны, гости полуострова могут оставить авто еще на вторых парковках, находящихся примерно на одинаковом удалении от терминала 1, примерно 8 километров, на улице. Мальчонка, 17 в ПГТ Аэрофлотский, 150-200 рублей. В сутки за машиноместо, в ПГТ Комсомольская, улица. Зеленая, 29-80-100 рублей в сутки. Звездочка. Аэропорт Уфа на первом этаже аэровокзала находится зал прилета, регистрация на рейсы, эскалаторы, лифты, информационные стойки, онлайн табло Симферопольского аэропорта. На втором, залы ожидания, общие VIP, комната матери и ребенка. Третий этаж отведен под посадочные гейты, дону досмотра перед вылетом и видконтроль. На четвертом этаже находится детская игровая и бизнес-зона, а также открытая площадка с видом на четвердак. Аэропорт Батуми для удобства пассажиров есть багажные тележки, на одном этаже с табло прилета и вылета аэропорта Симферополь, есть камеры хранения, 300 рублей в день, одно место, медпункт, банкоматы, пункты обмена валют, магазины и кафе. Можно воспользоваться услугой упаковки багажа, одно место, 350 рублей. Звездочка Симферопольский аэропорт готов организовать пассажирам с ограниченными возможностями персональную помощь при посадке в самолет и высадке, а также во время пребывания в терминале. На рейсах аэрофлота, PegasFly, Ural Airlines, России, Глобуса, Red Wings, Ямала и Nordwind доступна онлайн-регистрация. Скоростной беспроводной интернет сегодня функционирует на всей территории терминала и доступен без пароля, что обеспечивает пассажирам комфортное ожидание полета. Так, находясь в любой точке комплекса, на официальном сайте аэровокзала можно электронно посмотреть всю необходимую информацию о предстоящем рейсе httpnew.sipaero.ru, аэропорт Симферополь онлайн табло. В транзитной зоне аэропорта отелей нет, но если рейс по какой-либо причине состоится через большое количество часов или вообще завтра, можно разместиться в гостинице старого воздушного вокзала от 1700 рублей в сутки за одноместный номер и 4200 рублей за двухместный, а на расстоянии 12-13 километров в городе найдется множество других вариантов на любой вкус и кошелек. Звездочка отеля обойдутся в среднем от 1600-1800 рублей в сутки за одноместный номер и 2000-2200 за двухместный звездочка, отель, люкс, на улице. Москалева, 11 гостиница, Таврия, улица. Беспалова, 21, отель, Венезия, улица. Кичкеметская, 169, отель, Вена, проспект Победы, 65, мини-отель, Оскар, на улице. Буденово и десятки других. Поселиться в хостеле можно намного бюджетнее, от 300-500 рублей один гость за сутки пребывания. Звездочка, хостел, дом, улица. Одесская, 9, лайк-хостел, бульвар Ленина, 2А, арт-хостел, улица. Серова, 4, хостел, Альтаир, улица. Ленина, 43. Согласно летнему расписанию на Сипаэра с 25 марта по 27 октября 2018 года самолетами авиакомпании Аэрофлот, Нордвинт Эрлайнс, Нордавия, Ижавия, Урал Эрлайнс, Россия, Азимут, Костромское авиапредприятие, Уфтаера, Якутия, Глобус, Red Wings Airlines, Ямал, Грозная авиа, Северсталь, Алроза, Руслайн, Пегасфлай можно попасть в Москву, причем в любой из четырех аэропортов, Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Омск, Ростов, Самару, Уфу, Челябинск, Тамбов, Брянск, Иваново, Сургут, Белгород, Архангельск, Волгоград, Барнаул, Сочи, Салихард, Астрахань, Воронеж, Владикавказ, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Красноярск, Липецк, Калугу, Минеральные воды, Мурманск, Нальчик, Нижневартовск, Новый Уренгой, Пензу, Ставрополь, Старый Оскол, Кемерово, Киров, Новокузнецк, Махачкалу, Магнитогорск, Нижникамск, Ноябрьск, Саранск, Череповец, Пермь, Сыктывкар, Тюмень, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Ульяновск, Ярославль и Ханты-Мансийск. Симферопольский аэропорт временно используется только для внутренних рейсов. Открытие нового терминала позволило расширить список направлений и услуг и сделать прибытие путешественников максимально комфортным, а благодаря своему расположению главные воздушные ворота Крыма позволят гостям легко добраться в любую его часть. Звездочка цены актуальна на июнь 2018 года.